Мэри есть чем гордиться. За 8 лет учебы в школе Давха, таких грамот у нее десятки. В совершенстве владеет английским, кыргызским, русским и арабскими языками. Победительница многих олимпиад и конкурсов. Учеба и проживание для нее здесь бесплатная. Отца нет, а для матери было бы тяжело обеспечить Мэри такими условиями. Здесь вся техника современная, здесь у нас очень дружные девочки, очень хорошие учителя. Программа правительства Катара нацелена на то, чтобы помочь детям-сиротам обрести профессию. За 10 лет это единственный кыргызско-катарский проект, хотя возможностей намного больше. Эксперты уверены, предстоящий визит президента в арабские страны помогут наладить контакты. Уже на следующей неделе глава государства с официальным визитом посетит Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар. Очень много игроков в настоящий момент. И здесь, конечно, мы должны учитывать наши национальные сугубо интересы и, возможно, лаврировать между большими силами, сотрудничая со всеми странами региона, которые имеют тот или иной вес в регионе. Пусть это будет Саудовская Аравия, Иран в свою очередь. Этот визит несет в себе кроме делового, протокольного, еще и дополнительный смысловой акцент. Доказательством тому подготовлены контракты и совместные проекты Саудовской Аравии, Катаром и Эмиратами. К этому визиту в МИДе готовились почти два года. Торгово-экономическое сотрудничество займет основную часть переговоров. Арабские страны проявляют большой интерес к сотрудничеству с центрально-азиатскими странами по налаживанию сотрудничества между регионами, арабским регионом и Центральной Азией. В том числе на двухстороннем уровне – Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Казахстаном и Туркменистаном. Поэтому, я думаю, визит президента Кыргызской республики будет прорывным в арабском направлении, будет результативным. Кыргызстан сегодня выбирает те страны, с которыми можно выстраивать отношения на равноправной, дружеской основе и без менторского тона. Саудовская Аравия, Эмираты и Катар – это страны для бизнеса и бизнесменов. Это значит, что в Кыргызстане им есть куда вложить инвестиции. Деньги они уже не ложат в банки. Они инвестируют и стараются доллары переводить в конкретную недвижимость. То есть покупать, допустим, объекты, вкладывать в те или иные структуры. И здесь, конечно, сотрудничество с арабскими странами может иметь хорошие перспективы. Конечно, с учетом выстраивания наших национальных позиций, с учетом нашей национальной безопасности. У арабских стран есть чему поучиться. К примеру, в Катаре, который при населении менее миллиона человек, занимает третье место в мире по введению бизнеса и привлечению инвестиций.